здравствуйте с вами снова интернет канал максимадзий и я вот сейчас сел делать обзор на ней бурс back from hell ремастер игры когда соседы и прежде чем я начну рассказывать я вам сообщу о том что 19 октября у меня начинается учеба дело в том что я поступил на заочное обучение колледж на товароведении и начнется это все вот только 19 октября и вот там первые две недели ездить туда буду на лекции конечно потом буду учиться времени нахват на этот на канал будет у меня меньше но бросать канал и конечно не буду но видео могут просто выходить реже так что вот такие вот новости neighbors back from hell ремастер ремастер он тубовый нет я не берусь с целью как-то его специально обгадить не наоборот очень нравится что за небольшие деньги сюда запихнули очень даже красивую графику реально очень красивую в отличие от оригинальной когда стать соседа и всех там других и ее версий и модификаций здесь реально очень 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 красивая графикой 60 fps конечно же круто блин почему другие дебилы дебилы извините эмоционально почему они все другие разработчики рей в ремастере своих каких-то стареньких игр про просто перерисовывают только немножко графон делают его лучше и все в принципе да с этим ремастером в принципе история похожа тут очень сильно постарались над графоном но в принципе нововведение есть тоже и мы про них конечно с вами поговорим нововведение есть но ремастер дубовый почему дубовый давайте разберемся приятного просмотра значит ремастер вышел в нашей стране вечером 8 октября продается довольно таки за небольшие деньги сейчас в стиме он продается по скидке за 700 с небольшим рублей на нинтендо свитч он стоит 915 рублей а вот на консолях xbox one и playstation 4 он немножко стоит вроде бы подороже да ремастер вышел для пока нинтендо свитч xbox one и playstation 4 на другие платформы вроде бы выход даже не планируется так вот что за эти небольшие деньги нам сюда впихнули во первых как и ужас как я уже сказал очень красивую графику в отличие от той же пока версии здесь разрешение подтянули до частных full hd и соотношение сторон 16 на 9 не 4 на 3 как это было в оригинале также здесь конечно же 60 кадров в секунду они 30 как было в оригинале этот ремастер имеет некоторые схожести с консольные версии которая вышла для нинтендо gamecube и оригинального xbox это то что здесь смешали все уровни из первой и второй части стоп на самом-то деле не все на всех уровнях даже на уровнях из первой части есть три жизни на уровнях из первой части также как и в консольной версии вместо кирпичных стен по бокам сверху и снизу теперь видно реально улицу причем есть и ночной режим как и в оригинальной консольной версии игры но правда к сожалению в ремастере ночной уровень всего один это меня немножко расстроило но на уровнях пикник на балконе и мастера лам мастер добавили два новых вида времени суток это закат и рассвет соответственно ну все же мне все равно жаль что ночной уровень всего один давайте теперь взглянем на интерфейс его полностью перерисовали давайте пробежимся по кнопкам внизу во первых обратите внимание на иконку соседа она в отличие от когда соседа 2 не анимированы но это в принципе мелочь давайте теперь взглянем на кнопки которые находятся в правом нижнем углу есть кнопка пауза которая выводит нас в меню игры также есть кнопка которая управляет масштабом игры при нажатии масштаб уменьшается или увеличивается соответственно мне кажется что это такая ну то есть про добавили просто чтобы у вас больше всего было добавили просто чтобы было хотя некоторые хвалят эту возможность но мне кажется что в таком виде это совершенно неудобно потому что нижний интерфейс немного мешает также есть специальная кнопка которая переключает камеру на соседа и камера сама по себе будет наблюдать так сказать за соседом также в настройках можно будет включить чтобы в тот момент когда сосед попадался на пакость эта камера на него автоматически переключалась я ее не использую потому что она немножко недоработана как по мне в некоторых местах она глючит надеюсь что это пока надеюсь обновление будут выпускаться и разработчики это все будут исправлять ах да я же забыл рассказать кто разработал вообще этот ремастер разработала ремастер студия техкью nordic и handy games техкью nordic владеет правами на когда стать соседа оригинальную когда стать соседа создала компания живут и когда эта компания прекратил свое существование некоторые разработчики перешли в студию техкью nordic именно поэтому этот ремастер можно считать официальным а теперь давайте поговорим с вами про главное меню игры начальное меню выглядит довольно таки красиво хотя мне меню из оригинала нравится все равно больше а вот меню выбора уровней выглядит абсолютно также как в консольной версии для иксбокса и gamecube их в отличие от консольной версии всего 25 они 26 из плюсов игры также могу выделить то что здесь есть точно такие же видеоролики как в консольной версии и интро и аутро конечно же и к огромнейшему сожалению для вас на этом плюсы игры заканчиваются теперь мы переходим к минусам к минусам по сравнению с оригинальные версии игры вышедшие 2003 2004 году и консольные версии 2005 года так вот здесь как я уже говорил смешали уровни из первой и второй части вместе но увы все уровни только из второй части все 14 уровней второй части есть а вот из первой части три уровня вырезали нет уровня большая стирка нет уровня маленькая хрюшка нет уровня сезон охоты вообще игра сама по себе не оправдала моих ожиданий потому что я ожидал что здесь будут уровни имеется ввиду что по пакостям такие же как в консольной версии игры но нет здесь пакости все такие же как и на пк-шке у уровней изменений не претерпели кроме внешнего вида а хотя нет изменение претерпел только один уровень называется пикник на балконе там добавили во-первых новую пакость которая была в консольной версии надо из белой тумбочки взять тапок соседа и положить его в мясо и огнетушитель там надо испортить не голыми руками а взять из комода железный хомут и с помощью него уже сломать огнетушитель но в принципе и все другие уровни не претерпели никаких изменений нет мамаши соседа на уровнях из первой части как консольной версии и вообще вы вы все поняли уровне не отличаются практически ничем а вот в уровнях из второй части есть небольшое усложнение когда персонажи сосед или мамаша спят нужно проходить мимо них на цыпочках в пк-версии или версии для мобилок это было необязательно но точнее там не было это возможности ходить на цыпочках здесь это возможность есть правда обходить на цыпочках надо только когда персонаж спит если персонаж занят чем-то другим например как мамаше задерживает дыхание в бассейне или находится за ширмой в тач-махале то можно обойтись и без цыпочек это довольно интересное нововведение немного усложняет процесс игры теперь нужно поговорить о мини играх как вы уже наверное догадались в уровнях с первой части нету мини игры где нужно удерживать предмет в центре зато почти на всех уровнях есть мини игра которая очень похожа на одну из мини игр в консольной версии где нужно было три портреты персонажей в ряд выставить только здесь все гораздо проще здесь нужно выставить в ряд три предмета именно нужно выставить в ряд тот предмет который должен быть например в мусорке вот например на уровне банный день мусорки должна лежать бутылка и мы должны в ряд выставить три бутылки логично правда теперь стоит поговорить про мини игру где нужно удерживать предмет в центре это мини игра никуда не делаясь она также имеется на уровнях из второй части как достать соседа и в принципе играется также также надо управлять мышкой как впрочем-то и в оригинале только здесь у меня есть одна небольшая такая претензия если в оригинальной версии на пк в консольной версии и даже на андроидовской версии этот интерфейс мини игры сама вот это вот мини игра расположена в аккуратном месте и воде не не загораживает видно прекрасно чего воде пытается сделать здесь вы видите на экране жесть как можно как привой программист эту мини игру добавил так уродливо это уродливо ребята это мелочь конечно но блин впечатление об игре складываются с таких вот и мелочей мини игра закрывает часть экрана это просто треш какой-то в игре к сожалению также имеются и недоработки например глючит курсор в зависимости от того на что ты наводишь предмет курсор меняет свой вид например глаза руки рука с плюсом и так далее курсор иногда глючит и может показаться не то что должно быть курсор выглядит не так как должен быть иногда такое случается вообще довольно часто это случается я в своем прохождении это часто замечал но есть также очень большая претензия это тексты тексты все в игре и меня честно говоря просто бомбанул от описания уровня первого уровня из второй части все на борт посмотрите что написано в конце в этой серии вы научитесь управлять вуди и устраивать пакости докучливому соседу удачи в натуре ребята это было действительно так это точно такое же описание как в русской версии игры когда сайт соседа 2 оригинальный вышедший в 2003 году там туда в оригинале когда стать соседа 2 мы действительно учились управлять вуди и устраивать пакости соседу разработчики вообще обленились я смотрю над этими текстами и и очень халтурно перевели игру на язык которого они даже не знают здесь же в ремастере этот уровень не является обучающимся он не является первым но зачем просто брать и копировать тексты из оригинала они же могут не совпадать с реальностью ну блин это реально вызывает дубовость ремастера как я уже повторил ах да забыл сказать первый уровень из второй части немножко изменён спагетти можно взять только ложкой которая будет лежать на палубе после того как вы выполните пакость с обеденным столом как консольной версии если так нажать на кастрюлю спагетти он вуди напишет что сейчас мне это не нужно точно так же как и во второй части в оригинальных пока версии там будет действительно это пока было не нужно но неужели здесь нельзя было написать я не могу взять это голыми руками это что эта фигня горячая и лучше взять ложкой но неужели так сложно зачем просто взять и скопировать описание халтурный немного разработчики отнеслись к текстам ну и также можно посмотреть на текст который вы видите на интерфейсе посмотреть на кастрюля со спагетти а может быть на кастрюлю со спагетти вот глюки с курсором например здесь курсор должен быть в виде руки и должно быть написано взять очки ну или осмотреть очки эти очки нужно взять а теперь написано открыть очки это как вообще и открыть открытый ящик это как ребята вот лучше бы вместо открыть на все вещи вот эти вот написали лучше бы написали осмотреть тогда было бы еще бы логичнее но открыть открытый ящик это вообще это как дебилы ладно извините а теперь стоит поговорить про систему рейтинга в игре то есть набора очков в отличие от второй части и да и первой тоже здесь все гораздо проще чтобы получить золотой кубок надо просто выполнить столько пакостей сколько есть на уровне если вы если сделать столько пакостей 100 сколько нужно хотя бы для завершения уровня будет также написано нервный срыв и просто не будет кубка и все в любом случае если мы выиграем хоть как-нибудь все пока steam выполним не все будет написано нервный срыв это как-то очень странно тоже попахивает недоработки какой то все слишком как то просто вот почему я ремастер называют дубовым почему ее вообще называют дубовым вот золото вот когда когда вы изменили буквально все когда все стало лучше то здесь можно сказать дубовый то есть потрудились над графоном смешали почти все уровни из первой второй части но впрочем то этим только и ограничились поэтому поэтому ремастер дубову также хочу обратить ваше внимание и на немного кривые спрайты вот над этим вот над этими недоработками что нельзя было потрудиться откуда еще одна туалетная бумага на она взялась и такая ерунда имеется не только на туалетной бумаге есть также и на яблочном пироге и вообще на некоторых других вещах это тоже впечатление портит об игре хотя некоторые игроки этого не замечают в общем ремастер именно по вот этим вот причинам недоработкам халтурности над текстом и тем что только ограничились крутой графикой и смешиванием уровней из первых и вторых частей поэтому я ремастер называют дубовым покупать вам его не покупать и это вы решаете сами принципе ремастер вообще он получился хорошим за такие такие деньги он вполне заслуживает но все же я надеюсь что разработчики течки nordic узнают о том что у них недоработки и не их исправит и вы будут выпускать обновление и если выпустит какой-то там большое обновление мы с вами конечно же на это взглянем ну ремастеру я могу поставить 4 балла вообще сначала хотел поставить 5 без плюса но увидев такой такие недоработки на текстом вот эти баги все с курсором конечно хочется поставить 4 ладно на этом все с вас лайкос и подписывайся с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой второй канал и группа вконтакте всем пока вконтакте